Библейский портал экзегет.ру представляет На библейском портале «Экзегет» мы завершаем чтение книги «Премудрость» Соломоновы, последняя, девятнадцатая глава. «А над нечестивыми до конца тяготел немилостивый гнев, ибо он предвидел и будущее их дела». Вот тайна промысла Божьего, которая всегда изумляла пытающихся его постигнуть, каким образом Господь попускает скорби, и уже необратимые, в том числе и смертельные, тем, кому, сохранив жизнь, можно было дождаться и обращения в разумление. Но тут уж тайна Божественного Всеведения. Он предвидит и тех, которым бесполезно продолжение Божественных милостей по причине их нераскаянности, потому, сказав о прежде постигших египтен бедствиях, он говорит, что это были еще не все бедствия, ибо Господь припас и окончательные, и еще более суровые, предвидя их нераскаянность и нежелание обращения. Что они, позволив им отправиться, и с поспешностью выслав их, речь о том, что, вразумленной страшными казнями и последней гибелью первенцев египетских, фараон отпускает народ еврейский из рабства своего, но, еще не перестав оплакивать погибших внезапно первенцев, он оказывается вновь ожесточенным, и отпущенных было евреев, о которых убедился, что они, суть, сыны Божьи, по тому великому предназначению стать предками приходящего в мир Мессии, Спасителя, он, тем не менее, ожесточается вновь, и помраченный умом организует погоню за вышедшими из Египта евреями. «Ибо, еще имея в руках печали и рыдая над гробами мертвых, они возымели другой безумный помысел, и тех, кого с мольбою высылали, преследовали как беглецов». Еще недавно за благо посчитали египтене расстаться с народом еврейским, и вот теперь вновь хотят пленить его, и в этом образ страшного состояния душ безблагодатных, которые ищут как бы свои погибели, то и дело, ополчаясь на сынов Божьих. «Влекла же их к тому концу судьба, которой они были достойны, и она навела забвение о случившемся, дабы они восполнили наказание, не достававшее к их мучениям». Здесь мы слышим слова, более присущие философам, чем богословам о судьбе, как бы тяготевшей над египтенами, но это как раз слова, обозначающие библейскую тему неизбежности возмездия тем, кто не только не покаялся в прошлом, но, по всеведению Господню, не покаются и в будущем. Потому те уже явившиеся казни, которые их постигли, еще не полны по сравнению со всем тем злом, к которому расположены они были, есть и останутся вплоть до последнего своего изгнания из среды живых. «И дабы народ твой совершил славные путешествия, а они нашли себе необычайную смерть, ибо вся тварь снова свыше преобразовалась в своей природе, повинуясь особым повелениям, дабы сыны твои сохранились невредимыми». Господь вслед за чудесами в Египте явленными являет и новое свое всемогущество, отменяя действия им же установленных законов естества. Потому и сказано пророкам о преобразованиях в природе, которые устроил Господь легко и просто, ибо, будучи установителем этих законов, ему оставалась полная власть ради славы имени своего и ради того попечения о народе своем, о котором он обещал им явить и преобразование природы. «Явилось облако, осеняющее стан, а где стояла прежде вода, показалась сухая земля, из чермного моря беспрепятственный путь и из бурной пучины зеленая долина». Там, где царствует море, там не место твердой дороги, там, где место суши, неестественно нахождение вод, но Господь переменяет все и являет таинственное облако, лежащее на земле, препятствующее египтянам, преследующим Израиль, видеть его, а для Израиля, для уходящих от землерабства евреев, устанавливает путь посреди моря. «Покрываемые твоей рукою, они прошли по ней всем народам, видя дивные чудеса. Они паслись, как кони, играли, как агнцы, славя Тебя, Господи, избавители их». И в предшествии преддверии Пасхи в одной из паримий, ветхозаветных чтений, пророчеств церкви, вновь звучит напоминание о том, как ликовали сыны Израилевы, проведенные среди чермного моря, избавившиеся из земли рабства и от преследования фараонова благодарственными песнями, Богу выслаемым, которых благословлялось все Божье творение и божественное всемогущество над всякой тварью. Они паслись, как кони, играли, как агнцы, славя Тебя, Господи, избавители их, ибо они еще помнили о том, что случилось во время пребывания их там, как земля вместо рождения других животных произвела скнипов, и река вместо рыб извергла множество жаб. Насколько теперь стихии содействовали Израилю, настолько в прошлом, еще совсем недавнем, эти стихии сверхъестественным образом являлись казнями для египтен. А после они увидели и новый род птиц, когда, увлекшись пожеланием, просили приятной пищи, ибо в утешение им налетели с моря перепелы, а грешных постигли наказание не без знамений, бывших силою молний. Они справедливо страдали за свою злобу, ибо они более сильную питали ненависть к чужеземцам, иные не принимали незнаемых странников, а эти порабощали благодетельных пришельцев. В этом своем размышлении свидетельствует пророк о том, что египтяны, подобно по своему безрассудству, садомленам, которые без разбора о достоинстве пришельцев не давали им ни пристанище, ни подкрепление, но, напротив, со своим извращенным и помраченным сознанием и похотями искали только своих осуществлений, своих низких пожеланий и таким образом гнали прочь от себя всякого пришельца, и пример праведника, находящийся перед их глазами, не оказывался для них вразумительным. Тогда как для народа своего Господь изменяет и природу птиц, которым свойственно было избегать человека, а тут добровольно прилетевших и рухнувшись пред людьми для того, чтобы стать им необходимой для подкрепления пищей, и не просто необходимой, как манна, но и особенно сладостной и приятной для вкуса. И мало этого, но еще будет суд на них за то, что те враждебно принимали чужих, а эти с радостью приняв, потом уже пользовавшихся одинаковыми правами, стали угнетать ужасными работами воспоминания всей судьбы еврейского народа, поначалу вошедшего в Египет, спасаясь от голода и принятые своим сродником властным, а впоследствии при перемене лица имеющего власть, при смене фараона, который уже не знал, как своих близких род еврейский переменил свое отношение к жестокому и угнетательскому. Посему они были поражены слепотою, как те некогда при дверях праведника, когда, будучи объяты густой тьмою, искали каждый входа в его двери, так перед дверями лотовыми ослепли содомленные, ищущие поругания над гостем лотовым. Самые стихи изменились, как в арфе, звуки изменяют свой характер, всегда оставаясь теми же звуками, это можно усмотреть через тщательное наблюдение бывшего. Яркий образ арфы, где из одних и тех же струн могут извлекаться сладостные, приятные для сердца мелодии, а могут угрожающие и резкие звуки отражать иные чувства, так и природа, подчиняясь воле Божьей, является, преобразуя собственное свое естество, то поддерживающие праведников, то уничтожающие врагов Божьих. Ибо земные животные переменялись в водяные, а плавающие в водах выходили на землю. Образ тут и жаб, оставивших водоемы и заполнивших сокровищницы царя, и египтян, речь и о животных, которые, применив свою природу, оказались в услужении евреям. Огонь в воде удерживал свою силу, а вода теряла угошающее свое свойство. Пламя, наоборот, не вредило телам бродящих, удобно разрушимых животных, и не таял легко расстоевающий снеговидный рот небесной пищи. Доверяй совершенно Господу, говорят эти слова, ибо как бы не трудны обстоятельства внешней жизни, и в них правят не законы естественные, но благодать Божья, определяющая тому, определяющая чему надлежит послужить всякому явлению, всякому зверю или стихии по воле Божьей, и им свойственно переменять свою природу ради служения промыслу Божьему, ради служения тем, кто исполняет волю Божью. Напоминание о мане небесной, напоминание о перепелах, которыми напитал Господь чудно Израиля при переходе через пустыню, и напротив теми же стихиями, которыми чудно изводил Господь род еврейский из плена, этими же стихиями Господь оказывает свое великое торжество, и являет гнев свой над врагами сынов Божьих. Так, Господи, Ты во всем возвеличил и прославил народ Твой и не оставлял его, но во всякое время и на всяком месте пребывал с ним. Для того и представил пророк эти бывшие пути Израиля, эти великие чудеса, являемые Богом, чтобы и мы сегодня не теряли упование на Него, но созерцая всегдашнее его о нас попечение, веря в промысл Божий, в то, что ничто не бывает на свете без божественного попущения или произволения совершенно доверяли бы его о нас попечению и сами исправлялись бы в верных чад и слуг Божьих, верных сынов его и тщерей, следующих путями заповедей его.